Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Перестали общаться с любовником из-за его грубого высказывания уже не раз, он вёл себя недослуженно грубо по отношению ко мне. Я терпела раз-два-пять, но терпелка лопнула, недослуживаю я грубости и его обесценивания. Он не объявляется уже несколько дней и не извиняется. Я тоже не проявляю инициативу. Прежде был разговор, в котором он обмылся, что, мол, он бедный и в сравнении со мной, хотя я далеко не богатый человек, и что из-за разницы в возрасте, я старше его на несколько лет, у нас не может быть полноценных отношений. Но и интима уже нет. Порядка трёх недель не общаемся совсем. Попруги говорят, что он меня не подтянет ни морально, ни финансово, ни культурно, ни эмоционально, и он это сам, скорее всего, понимает. Вопрос. Четыречисленные причины с его стороны были просто поводом для прекращения отношений? Отношения были почти год, я его совершенно не напрягал, ничего не требовало. Двестились от случая к случаю интима радио. Что могло послужить поводом к тому, чтобы он отдалился, так как, на мой взгляд, я абсолютно справедливо высказал ему, что я не потерплю грубости, словно я его армейский товарищ. Товарищ, стоит ли мне проявить инициативу к поверению, или это ещё больше обесценит меня в его глазах? Стоит ли ждать его возвращения? Удалил меня из всех, из всех, со всех соцсетей и словно потерялся из виду. Ранее, я, наверное, должен разъяснить, что психологи не работают с третьими лицами. То есть, мы не обсуждаем третих лиц, мы не обсуждаем поведение людей, других, не тех, кто к нам обращается. Мы работаем с вами и можем поговорить про вас. И вот, что у нас есть? Давайте посмотрим. Вы пишите. Перестали общаться с любовником из-за его грубого высказывания. Ну, перестали? Наверное, не совсем корректно, именно, что перестали. Потому что перестал либо он, либо вы. То есть, кто-то один перестал. Вряд ли перестали вы оба. Я постараюсь. Потому что... Если бы... Перестали вы оба... То, скорее всего... Все было бы в порядке. Вы... И вы бы... Нам... Не писали бы. А поскольку перестал кто-то... И, скорее всего, это были не вы. Вы, скорее всего, как раз-таки... Вероятно... Вот... Потеряли... Как бы... Контроль... В этом. То есть, вы как раз, наверное... Столкнулись с тем, что... Человек... Захотел... С вами расстаться. То вы здесь... В этой ситуации... Ну, вот... Являетесь... Как бы... Потерпевшей... Страной. И говорите же о том, что... Перестал. Ну, вот... Я повторюсь... Не перестали. Он перестал. Вы... Не перестали. Вы... Не переставали. И, скорее всего... Скорее всего... Вы бы и не перестали... Бы... Общаться... С ним... Не перестал. Если бы он... Не перестал. Вы... Конечно... Не согласитесь... Со мной... Скорее всего... Но... Часто... Я сейчас... Говорю... По... Своему опыту... Бывает... Именно так... Что... Если человек хочет... Перестать... Общаться... Сам... То... Он просто перестает... Общаться... И все. А... А если... Общение... Что называется... Продолжается... Или... Продолжалось... То... Скорее всего... Человек не хотел... Не хотел переставать общаться. Поэтому... Давайте... Для начала... Мы с вами... Здесь... Разграничим ответственность. Как бы... Как бы больно... Может быть... Это бы для вас не было. Давайте... Давайте... Разграничим ответственность. Кто... С кем перестал общаться? Это первое. И... Как вы на это отреагировали? Это второе. Дальше. Вы пишите... Уже не раз... Он вел себя... Незослуженно... Грубо... По отношению ко мне. Смотрите. Вы... Веро... Вероятно... Сами не отдаете себя черт в том... Что пишите. Вы... А пишите вы... То, что... Незаслуженно... Грубо... Незаслуженная грубость была. Простите... А... Бывает заслуженная грубость? То есть... Вам можно грубить... Когда... Если вы... Считаете это заслуженным. В каких случаях? Когда вам можно грубить... И когда нет... Как понять... Можно ли вам грубить... Или... Или нельзя... Грубить... Понимаете? То есть... Это уже... Как-то... Вопрос... Касающийся... Вашей... Самооценки. Потому как... На мой взгляд... На мой взгляд... Грубость никогда... Не бывает заслуженной. У вас... Здесь... Обида. У вас здесь обида. На мужчину... Прям чувствуется... Что вы вот... Обижаетесь... Что он вам вот... На грубью. То есть... Либо... Вы сомневаетесь... В себе... Что это не заслуженно. То есть... Оспариваете... Свою ценность. Косвенно это... Подтверждает... То... Что вы говорите... Про... Обесценивание. То есть... Вас обесценивает. Ну... То что... Человек вас обесценивает. Косвенно... Косвенно... Повторюсь... Только косвенно. Вы это... Подтверждаете. Вот... Либо вы себя обесцениваете... И... Оспариваете свою ценность. Либо... Вам человек... Очень... Сильно... Важен. Как-то вот... В... Э... Как-то вот... Важен настолько... Что вы готовы... Терпеть... Его грубость. Ну потому что не первый жирал. Это происходило. Ван. Поэтому тут вот надо... Разобраться. Тут надо разобраться. Что вообще происходит там? Это как это? Гру... Э... Грубость. Извините. Это как это? Грубость бывает... Заслуженно. Понятно, что вы можете сейчас сказать, что это просто оговорка. Что... Эээ... Ну... Я просто привязался к словам. И так далее. Ну, если так... Прошу меня простить. Но... Бросил в глаза. И... В данном случае я... Хотел... На это... Обратить ваше внимание. Дальше. Я терпела раз-два-пять. Я терпела раз-два-пять. Терпелка лопнула. Не заслуживаю я грубости его обесценивания. Согласен. Грубости его и обесценивания вы не заслуживаете. Пока терпели, почему? Ну... Ну... Тогда... Терпели-то почему? Если... 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 Не заслуживаете вы... Гру... Грубости. Сами пишите. Раз-два-пять. Почему тогда терпели? Понимаете? Значит что? Какой-то мотив. Какой-то мотив... Терпеть. Был. Надо разобраться. Что за мотив? Вы пишите. Лопнула терпелка. Неплохо было бы раскрыть этот момент. Что значит? Лопнула терпелка. Лопнула терпелка... Это, простите, как? Наверное... Ну... Ну... Наверное... Вы что-то сделали? Для того, чтобы она лопнула. Как вам... Кажется? Вы сделали что-то? Чтобы она лопнула? Или нет? Это... Это... Тоже... Очень... Интересный момент. Потому что... Если вы... Что-то сделали... Было бы неплохо понять... Что именно вы сделали, чтобы терпелка лопнула. Вот. Я думаю... Можно было бы предположить... Вы надеялись, что он изменится. Вы надеялись, что он изменится, а потом увидели... Увидели, что он... Не изменится. Ну, как бы... Разочаровались в этом смысле. Ой. Скорее всего... Как я думаю... Такое мое предположение. Дальше. Он не объявляется уже несколько дней, не извиняется. Это ваша обида говорит. Хочется... Компенсации. Хочется... Ну вот... Знаете... Такого... Какого-то... Воздаяния... Себе... Опять обиды. То есть... Вас... Что-то... Задевает... В его... Поведении... Отношении к себе... Может быть даже грубости... Вот то, что вот вы... Ну, то, что вы называете, да, вот... Грубостью, вот... Вас задевает... Что-то... Ну, вот... Было бы неплохо... Было бы неплохо... Конечно... Рассмотреть... Что именно вас задевает... Что именно вас задевает... Было бы неплохо вам увидеть этот момент... Что именно вас задевает... Чтобы не быть... Сейчас позиция жертвы требует... Требует от него извиниться... Потому что... Он может... Извиниться... А может нет... Понимаете, какая штука... Ну, вот... Вот так вот... К сожалению... Бывает... Дальше... Я тоже не проявляю инициативу... А... Хотели бы... Хотели бы инициативу-то проявить... Прежде был разговор... В котором... Обмогутся, что мол, бедные... В сравнении со мной... И что это за разница? В возрасте у нас не может быть полноценных отношений... А... Здесь история про то, что... Вы... Ставите себя... По отношению к мужчине... Выше... И дело не в том... Что вы не должны... Эээ... Ставить себя... Так... Не-не-не... Дело совсем не в этом... Дело в другом... Дело в том, что у мужчине... Некомфор... Эээ... Некомфортно... В том состоянии, в котором он... С вами... Оказывается... Ну вот... Неприятно ему... Тяжело... Тяжело ему... Болезненно ему... Некомфортно... В общем... И... Это... Послужило основой для выхода из отношений... То есть... То, как вы себя ведете... С ним... Ему... Некомфортно... Это не... Ваша вина... И не его... Вина... Это вообще ничья... Вина... Тут нет... Нет виноватых... Просто... Вот так вот просто... Сложилось... К сожалению... Да... Неприятно... Да... Больно... Да... Эээ... Ну... Какое-то вот... Разочарование... Само собой... Имеет место быть... Да... Это правда... Но... С другой стороны... Так бывает... С другой стороны... Так происходит... Это нормально, что люди... Люди вот... На... Находясь... В паре... Понимают, что вот... Ну вот... Некомфортно мне... Вот... Ну неприятно мне что-то... Ну вот... Ну... Бывает так... Ну... Понимаете? То есть... Здесь история как-то про то, да... Что... Вы... Когда вы себя вели... Ну вот... Я имею ввиду... Вам... Ваше поведение... Устраивает полностью... Если устраивает полностью... То вообще... Не имеет смысла сходиться... И не имеет смысла... Строить отношения с этим человеком... Потому что все повторится опять... Когда вы... Если вы сойдетесь... Да... Все просто повторится... Все будет просто... Так же... Все будет просто по такой же схеме... Вот... И опять же... В этом никто не виноват... Абсолютно... Потому что вот... Все люди разные... Дальше... Так... Интима уже нет... Порядка трех недель... Не общаемся совсем... Ну то есть... Тут история как-то... Больше... Про то... Что какие-то процессы... Запустились раньше... Ну... Какое-то... Разграничение... Да? Какое-то... Разграничение... Началось раньше... Всего этого... Что вы... Что вы описываете... Вот... То есть... Нет желания находиться в близости... В близости быть как-то некомфортно... Вот... Такая штука... Ну... Ну... Такая штука... И... Его слова... Его слова... Это вот... Просто... Скорее всего... Его слова... Это просто... Такая определенная... Кульминация... Вот... Кульминация тех процессов... Которые вот... Ну... Как-то были раньше... Вот это все... Вот это все... Дальше... Подруга... Говорит... Он меня не потянет... И он сам это понимает... В чем здесь подруга вообще? Не подруга... Находится... С ним в отношениях... А вы... Вам этот человек изначально... Приглянулся... Вопрос заключается в том... Чем? Вопрос... Выше перечисленные причины с его стороны... Были просто поводом для прекращения отношений? Какая разница? А... Здесь включил момент... С его стороны... Мы... Без понятия... Что происходило... С его стороны... Мы его не знаем... Я не знаю... Сколько вы были... Ну... В отношениях с ним... Но если вы... Вы не знаете... Что... Что значит... Его... Поведение... Откуда мы можем знать? Только я думаю, что вы знаете... Я думаю, что вы знаете... Что... Что значит... А... Его... Эээ... Поведение... Вы знаете... Но... Призноваться не хотите... Полагаться на себя не хотите... Вот... Я думаю, вы знаете... Потому что... Вы с ним... В отличии от нас... В отношениях были... И... Судя по... Ну вот... Тому, что вы описываете... Да... Я бы сказал... Что... Немаленькое количество времени... Опять же... Понятно... Понятно... Что я могу здесь ошибаться... Опять же... Понятно... Что... Я могу быть неправ здесь... И так далее... Но... Все равно вы знаете его лучше... Так и спросите себя... Насколько человек... Был с вами... Искренним... Честным... Открытым... Говорил ли он вам... Об эмоциях своих... Отношения были почти год... Пишите вы... Да... Ну... Приличный срок... Я его совершение не напрягал... И ничего не требовало... Не требовало... А... А... Виделись... От случая к случаю... Идите мы ради... Да... А потом... Что-то изменилось... Давай... Можно посмотреть... Что изменилось... С вашей стороны... Что могло бы случиться... К поводу... К тому... Чтобы он так отдалился... Так... На мой взгляд... Я абсолютно справедливо... Высказал ему... Что не потерплю грубости... Безусловно... Я его армейский товарищ... А почему вы это связываете? Вы знаете... Такое ощущение... Что вы... Вы... Чувствуете вину... Вот... Честно скажу... Вот... Такое ощущение... У меня... Что вы чувствуете вину... За то... Что ему это высказали... Потому что... Ну... Как будто... Обравдывает... Перед... Номер... Ну... Как... Как бы... Оправданием... Редко... 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 Можно... А... Чего-то достичь... Почти никогда... Ничего нельзя... Вот... То есть... Тут... Ситуация... Вот такая... Что... Если вы... Э... Чувствуете себя виноватой... Если вы чувствуете себя виноватой... Если вы ощущаете себя виноватой... Если у вас есть какие-то вот... Подозрения на то, что вы... Виноваты... То... Лучше всего... Вам... Начать... Это признаваться... Что вы... Чувствуете вину... Лучше всего... Вам... Это... Признаваться... чтобы быстрее с чувством вины поработать, чтобы быстрее с чувством вины разобраться и не испытывать сил, или не страдать так, если оно есть. Понимаете? Сейчас вы, повторюсь, пытаетесь убедить себя в том, что вы сделали все правильно. Нас убеждать, именно нас, вам не нужно. Не те мы люди, во-первых, вам нужно в этом убеждать. Не нас вам нужно убеждать в том, что вы все правильно сделали. А вам себя нужно убеждать в том, что вы правильно все сделали. Почему-то, почему-то, вам почему-то нужно себя в этом убить. И вот вы пытаетесь, значит, это делать с той или иной степенью успешности. Вот. Дальше. Стоит ли мне проявить инициативу к примирению, или это еще больше объяснит меня в его глазах? Ну, здесь вам Марина Голикова, мой коллега, на мой взгляд, ответил очень хорошо, ответил очень хорошо. Я могу добавить только то, что, во-первых, если вас волнует вопрос обесценивания, то, на мой взгляд, стоит присмотреться к характеру отношений. Потому что, если люди как-то друг друга любят, то, на мой взгляд, вопрос обесценивания в принципе не ставит. И если люди друг друга любят, это первый момент. И второй момент. А вы-то сами как вообще вот, ну, думаете, полагаете? Для вас примирение, ээээ, первое пойти на примирение, это что такое? Потому что, если это действительно для вас обесценивание, ну, то есть, ну, то есть, если, если вы, если вы правда видите в этом обесценивание, то не надо в таком случае, конечно, идти на примирение. Можете мне поверить, ничего хорошего из, ээээ, такой затеи не выйдет. Потому что вам будет, ээээ, плохо, вам будет не по себе, вам будет, вам будет болезненно, вот, эээ, вам будет неприятно. Ничего хорошего. Из этого не выйдет. От слова совсем. Понимаете? Какая шпука. То есть, зачем себя заставлять-то? И если вы не хотите, тем более, например. Зачем себя преодолевать-то? Опять же, если вы этого не хотите. Ну, извините, но и я в этом, в данном случае как-то смысла не вижу. Вот, эээ, хоть, хоть убей. Не вижу смысла в том, чтобы себя заставлять. Почему я об этом говорю так? Ну, допустим, много. Потому что, если вы заговорили про обесценивание, то, скорее всего, скорее всего, вы себя, ну, действительно, эээ, как-то вот, ээээ, ну, почувствуете обесценивание. Если, эээ, пойдете, ну, пойдете, пойдете первой. На, на примирение. Вот. Понимаете, да? Дальше. Что? Стоит ли ждать всего возвращения? Вы либо ждете, либо нет. Судя по всему, вы ждете. И не просто возвращения, а вы хотите, чтобы человек изменился. Скорее всего. Вы хотите, скорее всего, чтобы человек стал другим. Вы хотите, скорее всего, чтобы человек вам больше не грубил. А он, скорее всего, будет грубить. Нет. Не потому что он такой плохой и хочет, хочет вам грубить. Нет. Потому что он такой. Это в его природе. Грубить. Ну, грубить. И все. Нравится вам это, не нравится вам это, эээ, хотите вы этого, не хотите вы этого. Он будет грубить. Самый тот человек такой. Может ли он измениться? Да, может. Измениться он может. Измениться он может. Но только если он сам этого захочет. Можете ли вы сказать, что на данный момент он этого хочет? Можете ли вы так сказать? Ну, опять же, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, он менять не хочет. На мой взгляд, его все устраивает. Вот. А если вы еще терпите его, так вообще хорошо. В таком случае. Вообще идеально, если вы его терпите в таком случае. Зачем ему в таком случае, тем более, что-то делать? Если вы, вот, как вы говорите, несколько раз терпели. Вот. Я вас не обвиняю сейчас, ни в коем случае. Вы поступали и поступаете так, как считаете нужным. Это вам решать, это ваша жизнь. Вот. Я просто пытаюсь донести их, как бы, как обстоят дела в данном случае. Дальше. Удалил меня со всех соцсетей, словно потерялся из виду. Ну, понятно. Только непонятно, какой посыл у вас в этой фразе. Ну, то есть вы, что вкладываете в эту фразу? Вы решили пожаловаться на него? Что он вот такой, вот он вот удалился отсюда, потерялся и так далее. То есть вы пожаловаться решили нам? Или вы еще что-то в это вкладываете? Давайте подумаем, давайте подумаем. Это ведь важно, раз вы об этом говорите. Это очень важно, раз вы это написали. Давайте подумаем в таком случае, чего происходит. Понимаете, да? То есть вам не в нем нужно разбираться, а в себе. С собой, со своими чувствами, со своими отношениями к нему. Потому что вы говорите, что встречались с ним только ради интима. Ну, вот тоже, ну, например, вот вы пишите, да, что встречались с ним только ради интима. Не то, чтобы я вам не верил, не то, чтобы я вам не верил, я верю, что вы с ним вот встречались, ну, ради интима, я верю. Только, наверное, в какой-то момент это перестало быть для кого-то из вас просто интимом. Ну, ну, в смысле, просто встречами ради интима. Для кого-то из вас это стало больше. Вот. Я не знаю для кого, честно, я не знаю для кого. Для него, для вас, я без понятия. Но совершенно точно, что стало. Так, кстати, очень часто бывает, когда люди вот встречаются, да, очень часто бывает так, что как-то вот незаметно, да, отношения ради интима перетекают вот во что-то другое. Вот. А дальше люди как-то пугаются этих чувств, не знают, что с ними делать. Вот. Да, вот такое бывает. Такое бывает, такое происходит, к сожалению, вот, ну, ну, правда. Понимаете? Потому что люди оказываются, ну, просто вот, не готовы к такому повороту событий. Вот. К сожалению, опять же повторюсь. Кто, ээээ, кто из вас, кто из вас в данном случае оказался не готов? Вы. Мужчина. Сказать сложно. Кто так о вас не готов? Это можно выяснить. Это можно выяснить. Я не думаю, что это как-то очень сложно будет сделать. Вопрос заключается только в том, хотите ли вы это выяснять. Интересно ли вам это выяснить? Понимаете, да? На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Потому что, как видите, в довольно большом количестве есть то, над чем вам стоит поработать. Вот. И как-то вот довольно быстро вы придете к выводу, что, возможно, не так уж и важны его мотивы. Понимаете, да? Удачи вам! Обращайтесь! Открылся мотивы/. В этот раз не приходим, прийти к упаковке. scraps очень knowledge-